МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бесплатная пробная неделя. Запись по телефону 921-661-8007. Или в группе ВКонтакте. Апатитская школа скорочтения Ферсмана, 46. Учись с нами и будь гением. Какой прогноз приготовили синоптики на ближайший день, расскажу я, Евгения Максимова. Здравствуйте. Начало лета не особо радует северян солнечной погодой. В Мурманской области продолжают идти дожди. А солнце лишь ненадолго будет показываться из-за облаков. В Кировске завтра пасмурно и туманно. В ночные часы возможен не сильный дождь. А к вечеру ненадолго покажется солнце. В дневные часы температура воздуха прогреется до 13 градусов. На протяжении дня штиль будет сменяться небольшим ветром до 2 метров в секунду. В Апатитах погода почти такая же, разве что не будет тумана. Ночью до 6 градусов выше 0, днем плюс 15. На протяжении всего дня переменная облачность, а после 17 часов возможен небольшой дождь. Ветер южный и юго-восточный в порывах до 8 метров в секунду. В Мурманске солнце покажется лишь в ночные часы, а днем будет облачно. После обеда ожидается дождь. Скорость ветра в порывах 8 метров в секунду. Солбик термометра достигнет отметки 12 градусов. В Кандалахши синоптики прогнозируют до 13 градусов тепла. Ветер преимущественно южный. В порывах его скорость составит 7 метров в секунду. На протяжении всего дня облачно возможен дождь. 7 июня в России отмечается день краундфандинга. Если у вас есть хорошая идея, но нет денег, чтобы ее реализовать, можно бросить клич на сбор средств через интернет. Такой способ привлечения финансирования как раз и называется краундфандинг. А еще сегодня именины у Ивана, Виктории, Роберта, Елены, Иннокентия и Федора. Поздравляем носителей этих красивых имен с праздником. И на этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего.